Здравствуйте, друзья! Функция BrushDrawPoint либо DrawPointS позволяет нарисовать точку на сцене в локальных либо глобальных координатах. Давайте посмотрим, как это работает. Для этого вызываем окно библиотеки, горячая клавиша F3, и здесь находим Brush. Теперь к этой переменной мы можем обращаться. И давайте вот здесь в игровом цикле напишем эту переменную, и у нас DrawPoint. Вот так вот. Тоже две команды. Глобальные координаты и локальные координаты. Сначала первая команда. Посмотрим на нашу точку. Ну вот, видите, точка такая красная, я ее немножко сдвину, чтобы не попадала в рамку камеры. Ну, чтобы не рамку камеры, а рамку static-box объекта. Вот, вот эта красная точка. Да, у нее нет толщины. Возможно, в будущем, когда вы будете смотреть этот урок, я введу параметр толщина этой точки. Но, по сути, толщина этой точки, это мы можем рисовать окруженность. И для этого есть окруженность. То есть, если что-то надо больше, как кругляшок больше нарисовать, то лучше использовать DrawCircle, например. То же самое. От точки, она вот как бы точка, как пиксель. Хорошо. И если мы используем сейчас с вами другую команду, только давайте я так закомментирую это дело. Вот. Да. Если мы используем DrawPoint S, то, видите, у нас ничего не меняется. Что это команда? То это команда одно и то же. Почему? Потому что пока камера в игре не движется, пока все статично, у нас локальные и глобальные координаты, они равны. Поэтому давайте повесим камерный персонаж. Делается это вот этой вот командой, которую я только что закомментировал. И теперь смотрите. Пока мы рисуем точку глобальных координат. Она создана вот по тем координатам, и она будет там жить. Все. Она исчезла со сцены. Она находится именно глобально там, где ее создали. Вот 0,0. Точка отсчета на сцене. Именно на сцене. А глобальные координаты, это уже к сцене никакого отношения не имеет. Это точка отсчета от угла браузера. То есть уже считается окно браузера. Вот окно браузера у нас такое маленькое. Значит, если мы написали некий код и что-то хотим разместить при середине, значит, оно будет всегда посередине, вне зависимости от такого окна, либо такого окна. То есть программа сама высчитает середину открытого окна и будет располагать вот здесь. То есть это у нас такие локальные координаты. Они относительно какого-то объекта, по сути, получается. Итак, посмотрим. Теперь эта точка, видите, будет всегда висеть вот здесь. Вот. Куда бы мы ни шли, вот эта точка всегда идет за нами. Потому что она нарисована в локальных координатах. Ну что, друзья, спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы разобрались, что такое локальные и глобальные координаты и как работает данная функция. Ну, а с вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала multirocket.ru и разработчик игрового движка по NGS. До встречи в новых видеоуроках. Пока!